всем привет после того как я выпустила свой ролик про то какие у меня линии доминантов я содержу кур мне поступило масса масса много вопросов про доминантов вообще ну и еще знаете я смотрю регулярно на ю тубе всякие ролики тоже и про доминантов в том числе и вот после просмотра нова количество роликов у меня возникла идея написать свой потому что на ю тубе в основном все залезут в интернет слежут оттуда характеристики и снимают ролик ну как бы когда говорят я вижу что говорят абсолютную ерунду то есть заявленные характеристики с реальностью не имеют ну имеют конечно это но очень как бы сильно расходятся и мне хотелось бы именно показать доминантов с точки зрения простого обывателя обычных обычного содержания не там каких-то там супер-пупер крутых курятников все где автоматизирована идеальная корм корма и все просто обычного содержания обычного обывательского бытового я бы хотела охарактеризовать доминантов с этой точки зрения какое у меня о них мнения сложилось вот я их держу уже пятый год ну начнем с самого начала характер по характеру характеру доминантов спокойный очень спокойные курочки степенные ходят себе по своим делам никого не трогают очень быстро привыкают хозяину допустим если сцеплят так они вообще к тебе на руки залазят а если молодочек приобрел то ну за неделю они к тебе точно привыкнут и потом ты уже заходишь им сыпать корм они к тебе прямо лезут в ведро то есть очень домашние очень покладистые также отличаются доминанты тем что они не агрессивные к новым курам которых ним подселяют в стадо то есть ну безусловно иерархия присутствует как у любых кур это как этого никуда не денешься но они достаточно лояльно так сказать относятся к новичкам также я не заметила за период своего содержания доминантов не ни разу не замечала у них чтобы был расклев каннибализм то есть вообще я может быть конечно такое встречается но я своих курах никогда не замечала ни у покупных не у тех что выводила сама то есть все отлично все хорошо они знают что нужно клевать и что не нужно клевать основное конечно что меня возмущает в роликах которые снимают якобы заводчики доминантов в том что они копируют заявленные данные что курица начинает нестись четыре с половиной месяца курица доминанта вот вы знаете я держу уже пятый год может я такая плохая хозяйка не знаю но за все это время ни разу в четыре с половиной месяца у меня доминанты нестись не начинали ни разу вот начинают они нестись примерно после пяти месяцев где-то ближе к пяти с половиной но вот пять месяцев пройдет и можно ждать как бы с минуты на минуту как говорится но ближе пяти с половиной начинают нестись и вот у меня молодки до которых мы покупали 6 марта у меня есть ролики как мы их брали вот эти молодочки они у меня уже начали нестись до середина мая как раз получается им пять с половиной месяцев это мне кажется что у меня еще там одна не несется хотя я могу ошибаться просто я жду яйцо одного цвета а может быть она несет яйцо совсем другого цвета не такое какое я жду потому что не забываем что это все-таки доминанты это гибриды цыпа 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 кушайте еще хочу обратить внимание вот вчера с женщиной с одной переписывалась вопроса задает что она купила кур молодок на рынке ей сказали что четыре с половиной месяца и вот месяц прошел и они не несутся спрашиваю как понять сколько им какой им возраст я хочу предупредить сразу когда покупаете на рынке кур молодок как правило все продавцы прибавляют курям ну от полумесяца до полутора месяцев возраста я конечно понимаю что это маркетинг это не знать что курица плохая просто она не занесется в то время когда говорит продавец ну как с этим бороться но никак не с этим бороться просто вы когда покупаете курицу смотрите не все конечно понимают как она должна быть по размерам ну по крайней мере чтобы она не пищала как цыпленок если она пищит еще как цыпленок а не кокает как курица кудахтает ну это понятно что я еще ну от силы три с половиной месяца максимум поэтому она ну вот и прибавляйте тогда она вас занесется через два месяца то есть это реальный срок потому что ну если только участников покупать курицу заявлено ну как бы не факт очень почти всегда почти всегда при покупке на рынке продавцы прибавляют возраст имейте это ввиду опять же говорю что это не знать что курицы плох плохие просто у кого-то нету этого времени этих двух месяцев ждать люди хотят купил и чтобы через неделю-две максимум три курица стала нестись оперение у доминантов достаточно богатое пышное оперение очень пуховая попа практически не бывает лысой так как говорится даже есть у меня курица у которой хвоста нет а попа пушистенькая вот видите какие пушистые попа она такая пуховенькая оперение богатый единственное что с возрастом курочка теряет перышки на голове вот видите головка лысенькая сама вроде бы ничего еще а головка лысенькая также у них появляются наросты с возрастом на лапах лапы с таких становятся как чешуйчатые бугорчатые такие бугры появляются иногда это мешает курице ходить вот ну это вот минусы как говорится вес молодой курочки примерно 2 килограмма живым весом с возрастом она конечно вес набирает и может доходить до трех с половиной четырех килограмм живым весом вот тушка может весить два с половиной килограмма это уже взрослая курица так иммунитет у взрослых кур на мой взгляд очень хороший насчет птенцов я сильно как бы не могу говорить потому что у птенцов случается падеж у курица если она допустим дожила до трех с половиной хотя бы до трех месяцев но она практически не убиваемая вот но только если как он какой-то там травму она получит или еще что-то инстинкт насиживания значит ну производители как бы заявляет что у курицы инстинкт насиживания не особо развит но на самом деле у курицы у доминантов инстинкт насиживания развит достаточно неплохо потому что я очень много случаев знаю когда курица доминанты садятся на яйца и успешно выводит цыплят у меня был такой опыт но он негативный потому что у меня курица села на яйца и через две недели их бросила вот поэтому я их не сажу на яйца я себе я хотя у меня была такая мечта когда я занялась курами у меня была такая мечта чтобы не куры выводили цыплят это прям но я так поняла что видимо у меня не те условия что ли я не знаю может быть когда-нибудь и опять приду к этому но пока я приобрела инкубатор и делаю все через инкубатор хотя вот эта беленькая курочка доминант у меня регулярно начинает квохтать вот сейчас что-то у нее как-то она задержалась пора раньше каждый через каждые два месяца садилась я уже думала да что что такое ты несешься у меня меньше чем квохтешь поэтому я своих кур на яйца не сажу ну так же несомненный плюс кросса доминант это то что у них очень много разно большое разнообразие линий прям такое разнообразие я даже сначала ну как-то не могла понять доминант есть доминант как там может быть вот разного цвета пока не не почитала поподробнее поконкретнее что доминант это общая линия и у них у доминантов у каждого есть свое название мало того что там цифровой код буквенно цифровой код еще есть и они еще как бы обзываются как говорится своим своим названием вот что касается продуктивности по яйцу ну производитель нам заявляет от 260 до 300 яиц в год но смотрите это мы понимаем мы по крайней мере должны понимать что эти заявления относятся только при идеальном содержании или по крайней мере при том содержание при котором его доминантов содержал производитель мы таких этих условий не можем знать как там он их содержал что у него было в составе корма да что куры показали такую продуктивность поэтому у простых как говорится обывателей продуктивность не такая как заявлено производителем но они несутся через день примерно ну в лучшем случае в пиковую до получается два яйца за три дня вот так нормально и это такая пиковая производительность у них примерно начиная вот когда начинает нести до 5 с половиной месяцев и примерно в течение месяцев 10 может года потом производительность конечно спадает но при этом она все равно несется курица она не такая что она перестает нестись просто она у нее производительность ну сокращается возможно на в неделю несет там 23 яйца вот так но она все равно несется при этом если допустим ее как-то постимулировать да у меня есть видео как и стимулирую то конечно она курица возрастная прибавит в яйценоскости единственное что тут бывает что с возрастом курица может зажиреть а зажиревшая курица она конечно вообще перестает нестись поэтому нужно следить внимательно за питанием и если есть подозрение что курица зажирела и не несется то нужно корректировать питание вот и теперь мы подошли к питанию считаю что куры доминант достаточно неприхотливы к еде хоть там что и пишут что они там любят корма супер экстра класса премиум до любой курицы да она не откажется я считаю нормально кормить конечно если вы даете там что-то прям сильной обедненная как я первый раз начинала давать какую-то покупную корма смесь она была бедная у меня куры зимой просто перестали нестись я понять не могла пока не заменила корм у меня есть на канале ролик как я их кормлю возможно я повторю еще ролик такой но у вас коррективами которые я все-таки вношу в питание но как бы ничего там экстра какого-то ординарного кормах у нас нет то есть я кормлю теми кормами которые доступны нашем регионе еще раз напоминаю что я живу в сибири да и кормить кукурузой в широком доступе как это могут себе позволить жители южных районов там краснодарского края конечно у нас такой возможности нет потому что у нас кукуруза очень дорогая но у нас есть другие культуры которые также питательные полезны для кур которые мы заменяем и которые мы можем ну как бы предложить и куры их охотно едят поэтому я не могу сказать что доминанты сильно прихотливы к еде они очень любят какие-то вкусняшки какие-то добавочки которые я им даю внепланово вот я показывала как они у меня хорошо едят репчатый лук если я его смешаю со трубями они налетают там вот тем более что это еще является своеобразным стимуляцией вот единственное что я хочу заметить что куры доминант вот на выгульном содержании да как у меня они очень хорошо фуражируют ну то есть ходят вот так вот гребутся что-то ищут что-то подбирают очень хорошо то есть они хорошие фуражеры об этом кстати даже и по моему производитель заявляет соответственно они вследствие этого могут набирать вес поэтому при кормлении нужно это учитывать то есть я лучше маленькая и и не докормлю чем я и дам полный рацион и она еще доберет в процессе дневного так сказать бодрствования гуляя и гребясь на выгуле поэтому как бы тут нужно быть осторожным у меня регулярно кстати возникают такое что курица зажирела ну ее и видно сразу она прям на я не знаю с петуха ростом становится такая крупная ну почему я держу доминантов основное конечно это вкус яйца у доминантов очень вкусное яйцо очень вкусное у меня есть постоянные покупатель да мы продаем излишки яйца вот женщина перенесла в тяжелой форме к вид ну как в тяжелой форме на не лежала там в больнице на дома была но она очень долго болела тяжело не могла никак оправиться и она уже перенесла это осенью двадцатого года мы с ней примерно одновременно переболели я легко перенесла она вот сложно и у нее ну знаете да после ковида искаженные вкусовые ощущения да то есть она не могла я не знаю как сейчас про по мясу не мясо не яйца все воняет тухлятиной и она говорит я могу есть яйца только вот который покупаю у тебя она говорит мне так странно это и вот она у меня берет на регулярной основе яйцо то есть вот насколько это яйцо как бы вкусное мясо тоже неплохое но мясо молодых петушков мы только ели курочек молодых мы не ели курочек ели только возрастных но возрастные кури курицы ну как и все их нужно варить подольше мясо тоже хорошего вкуса что касается аномалии развития яиц двух желтковых яиц за весь срок что я содержу доминантов я встречала только один раз при том что яйца действительно крупные очень доминантов бывают частенько 100 грамм и выше вот как бы поэтому когда говорят что часто встречается двух желтковые яйца ну я не могу с этим согласиться у меня такого нет хотя яйца я говорю достаточно крупные у доминантов и это правда ну вот рассказала я вам свое мнение доминантах в этой породе существуют еще такие минусы я про минусы что как-то не сильно не сказала но минусов тут не очень много основной главный минус конечно то что это кросс гибрид и поэтому как бы людям которые хотят повторять курицу как она есть но не получится конечно потому что потомство бывает всякое разное ну мне лично это наоборот интересным кажется что то есть если мне хочется прям непосредственного доминанта я или куплю яйцо инкубационное или куплю молодых молодок на рынке а вот именно их сами сами в себе разводить и выводить но для меня это интересно но как бы людям не все как бы со мной согласны и производители заявляют что но от гибрида вы не получите то чего вы хотите увидеть как от родительского стада плюс еще ой вернее минус еще того что это гибрид то что когда заявляют что будет курица нести цветное яйцо тоже это не сто процентов у меня есть был ролик предыдущий парадоминантов я говорила что кросс это вариации неустойчивая до гибрид и может ген этот не сыграть и будет обычная бежевая там или коричневое яйцо а вы ждали зеленого или шоколадного вот у меня я говорила что курочка молодочка должна нести шоколадное яйцо но по ходу она по всем параметрам она уже несется но шоколадного яйца у меня нету вот так хотелось так хотелось но нету но куда деваться это гибрид вот значит какие еще минусы значит у этой курицы как я уже сказала очень ну это как бы не минус а слабые места очень крупные яйца нанесет соответственно в связи с этим у нее часто могут возникать проблемы с яйцеводом какие-то воспаления какие-то заболевания нам не может не ну как бы не про не с ним как не вне пронестись до яйцо там может как бы застревать вот у меня так две курицы погибло точно от этого я знаю возможно у меня еще были ну я просто не поняла что этот яйцевода ну в общем вот такое дело если как бы такие случаются то яйцо надо лечить курицу там антибиотики ей дают если воспаление мажут мазями всякими но это сложно как бы заметить потому что мы замечаем это когда уже курица становится квелая и когда начались как бы необратимые процессы и к сожалению в большинстве случаев курица все-таки погибает и у меня тоже поэтому ну а ничего с этим не поделаешь это как говорится особенность особенности этого вида кур поэтому вот такие дела ну вот рассказала я вам про кур если про доминантов если какие-то еще вопросики есть задавайте мне приятно когда у меня спрашивают и мне также приятно вам отвечать вот кому было полезно поставьте мне пожалуйста лайк ну как это принято у нас делать да я не обижусь буду вам очень признательна также подписывайтесь на меня всем всего хорошего желаю всем здоровья всем пока